Привет всем, у микрофона Хомиш, и сегодня у меня для вас, как всегда, новости технологий, и в данном случае конкретно от Intel, которые сделали отдельный бренд под свои дискретные видеокарты, и теперь они называются Intel Arc. Это именно прямой конкурент AMD Radeon и Nvidia GeForce. Есть инфа про ноутбучные и десктопные конфигурации. Еще появились различные подробности 13-го и даже 14-го поколений Core процессоров, плюс, само собой, некоторые уточнения о 12-м поколении тех самых Older Lake'ах, которые стартуют уже в октябре вместе с DDR5 и LGA1700. Ну и на горяченькое есть подробности о судебном разбирательстве Intel с патентным троллем VLSI Technology. Короче, будет интересно, для удобства видос, как всегда, разбит на главы, и, ребят, обязательно проверьте подписку на канал, а также обязательно нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы, и ставьте лайки, ведь они и продвижению помогают, и греют душу. А еще, вот вам уже привычная рекламная вставка. Некоторые из моих зрителей наверняка задумывались о покупке Windows 10. Это очень выгодно, можно сделать в магазине CDK Deals. Вот вам OEM Global ключ Windows 10 Pro за 1600 рублей. Нажимаем купить сейчас. Вводим мой специальный промокод HM25 и получаем приятную скидку в 400 рублей. Далее подтверждаем заказ, выбираем удобный способ оплаты, получаем заветный ключ, переходим в параметры, выбираем раздел система, после тыкаем на O-системе, вводим приобретенный ключик, ждем подтверждения от серверов Microsoft, и вот ваша система наконец-таки активирована. Также на CDK Deals стабильно проходят различные тематические акции, а в продаже имеются игрушки, софт, гифт-карты и многое другое. Короче, не стесняйтесь и заглядывайте на CDK Deals по ссылке в описании. Пару дней назад синяя корпорация представила свой новый бренд Intel Arc, под которым и будут выпускаться видеокарты для геймеров. Вместе с этим процессорный гигант раскрыл ориентировочные сроки релиза игровых 3D-ускорителей с архитектурой XE и HPG, что расшифровывается как High Performance Gaming. Их выход намечен на первый квартал 2022 года. Да, действительно, изначально были планы на конец этого 2021 года, но, как всегда, у осени компании все задержалось. Дебютным продуктом линейки Intel Arc станут графические адаптеры семейства Digi2, которым даже было присвоено отдельное кодовое имя Alchemist. В будущем им на смену придут Battlemage, Celestial и Druid. То есть Digi2 это Alchemist, Digi3 это Боевой маг, Digi4 Celestial и Digi5 это Druid. В этом совершенно нет ничего удивительного, ведь у всех компаний есть какие-то кодовые имена на свои графические процессоры. Например, у Nvidia это сейчас Ampere, а у AMD Big Navi. Правда, красные по неймингу как бы немного ближе к синим, чем те же зеленые. Если у Nvidia и наименование линейки и архитектура называются одинаково, то у AMD это RDNA 3 и Big Navi, а у Intel XE, HPG и Alchemist. В общем, видеоадаптеры Intel Arc Alchemist поддерживают все современные технологии, включая Mesh Shading, Variable Rate Shading, Ray Tracing и даже ожидается собственная технология сглаживания на основе искусственного интеллекта. Что-то вроде аналога DLSS. Действительно, синие поначалу думали воспользоваться красной технологией FidelityFX Super Resolution, но когда все это дело дебютировало, стало ясно, что красная технология полностью отличается от DLSS. А Intel скорее хочется аналог зеленой технологии, и именно поэтому они делают что-то свое, а масштабирование, насколько я понимаю, там и так будет. Тем более, чипмейкер заявил о полной совместимости с API DirectX 12 Ultimate. Они уже все протестировали и гарантируют 100% работоспособность. Больше подробностей о графических решениях Intel Arc станет известно в ближайшие месяцы. Но опять же, речь именно про геймерские видеокарты, а то, что будет в ноутбуках, мобильные XE видеокарты, с ними все пока не так однозначно. Во-первых, не ясно, будут ли они называться Intel Arc или так и останутся Intel XE. Плюс их дебют ожидается до конца этого года. К примеру, мини-ПК Intel NAC12 и Enthusiast сочетают в себе Older Lake, то есть 12-е поколение Core процессоров, вместе с дискретной графикой DG2, то есть те же XE HPG или Intel Arc. Если быть точным, то NAC12 будет в трех различных конфигурациях, с дискретной графикой на 16 гигов и i7, с дискретной графикой на 12 гигов и также i7, и самой младшей дискреткой на 8 гигов и уже i5. Они могут похвастаться дисплей-портом в версии 2.0, который позволяет передавать видеосигнал в разрешении 8 и даже 10 кейс с незажатым потоком и 60-герцовой частотой. Либо же в качестве альтернативы можно использовать два 4К дисплея на 144 герца. Это очень неплохо, тем более будет еще и мини-версия DisplayPort 2.0, а также HDMI 2.1. Правда, что печально, память используется DDR4, хотя 12-е поколение уже поддерживает DDR5. Естественно, имеется возможность установки M.2 с PCI Express 4.0 и поддержка всех самых крутых стандартов. Wi-Fi 6 и 2.5 гигабитный интернет, Thunderbolt 4 и еще много-много всего. Но, понятное дело, большинству все эти мелочи неинтересны, ведь куда важнее узнать, а что это за три различных варианта дискретных видеокарт. На самом деле, все просто. Мы с вами обсуждали данные GPU, это именно крутые версии DG2 в исполнении BGA 2660. Топ на 512 Execution Units и с 16 гигами, средняк на 384 и с 12, а младшая это на 256. С мобильным TGP именно Total Graphics Power на 120, 80 и 60 ватт. То есть в NAC 12 пойдут именно крутые GPU, а не те младшие, которые, похоже, что пойдут в различные ультрабуки. И, повторюсь, вот это вот все нас ждет до конца года, а какими будут дискретные Intel Arc для обычных геймеров в нашей персональной ПК, пока что непонятно. Зато уже наверняка известно, что на октябрьском мероприятии Intel Innovation будут показаны Older Lake, core процессоры 12-го поколения на платформе LGA 1700, где нас ждет гибридная технология, наконец-таки 10-нм техпроцесс, новые архитектуры, хороший прирост к производительности и поддержка DDR5 памяти. Обо всем этом мы уже много раз говорили, но с момента выхода последнего выпуска про Intel появилась парочка новых подробностей. Во-первых, нас ждут возросшие требования к блоку питания. Исходя из обновленных рекомендаций от синей компании, видно, что пиковые значения в некоторых направлениях выросли от 12 до практически 30%. Другими словами, вероятность срабатывания защиты от перегрузки по току в случае с 12-м поколением заметно выше. При сравнении с 10-м или 11-м, особенно если используются маломощные блоки питания. То есть недавние, прямо-таки горячие Rocket Lake могут оказаться еще слабенькими по сравнению с Older-ами. Также есть некоторые уточнения и по семейству Older Lake P, это 12-е поколение под ноутбуки. А именно, Gigabyte засветили инженерный ноутбук с идентификатором Aorus 17 YI-5, оснащенный инженерной версией 45-ваттного Older Lake P. Вот вам примерное разнообразие моделей. Это именно H-45 процессоры, которые нам представят в трех вариантах. 12-ядерные, I-5 и 14-ядерные, I-7 и I-9. А 16-ядерные процессоры теперь пойдут в отдельное направление H-55 с возросшим TDP. И, кстати, втрое урезанной интегрированной графикой. Когда у H-45 процессоров это будет 96 execution units, у H-55 всего 32. Как, например, сейчас у мобильных рокетов. Да, имеются еще и различные урезанные линейки. Типа новенькие 5-ядерные M5 ProC, 6-и и 10-ядерные U9, примерно такие же U15 и U28, которые, в общем-то, повторяют H-45 линейку, но укладываются в меньший теплопакет. В общем, разнообразие мобильного 12-го поколения будет прямо-таки серьезным. И один из таких чипов, скорее всего, Core i7-12700H или U2800H, отметился в составе вот этого вот тестового ноутбука от Gigabyte. С той же интеграшкой и, что немаловажно, 16-ю гигабайтами DDR5 на частоте в 4800. От SK Hynix, естественно, в маленьких вариантах с ODMM. Официальный дебют таких решений состоится до конца этого года. И лично меня прям очень порадовали вот эти вот начальные линейки с маленьким DDP и неплохой интегрированной графикой. Помимо прочего, уже сейчас появляется все больше и больше подробностей о готовящихся новых поколениях процессоров Intel, о 13, 14 и так далее. К примеру, те же Raptor Lake, Core-процессоры 13-го поколения, должны будут выйти в следующем году, точнее даже до его конца. Пока релиз запланирован на вторую половину, но зная Intel, это скорее будет ноябрь или даже декабрь. Raptor это, по сути, рефреш олдерлейков без поддержки DDR4. Они будут обратно совместимы с LGA1700 и теми же 600-ми чипсетами. А модельный ряд представлен чипами с номинальным теплопакетом в 35, 65 и 125 ватт. То есть, то же самое, что и в олдерах. Ну и вот уже сейчас есть даже некоторые уточнения по поводу TDP. Исходя из которых ясно, что в турбо-режиме 13-е поколение будет потреблять больше предшественников. То есть, под следующее поколение потребуется еще более мощное охлаждение. Вместе с этим, параметр PL4, это самый максимально возможный краткосрочный предел мощности, ограничивающий выбросы энергопотребления длительностью в 10 миллисекунд, в чипах Raptor Lake будет снижен. И да, здесь нет ничего удивительного, ведь в 13-м поколении ожидается двойное увеличение маленьких ядер. То есть, топовые решения будут на 24 ядра, 8 из которых больших и 16 маленьких. Ну а что же до 14-го поколения, это так называемые Meteor Lake, которые будут использовать уже техпроцесс Intel 4, ранее известные как 7 нанометров от синих. Ну и вот в их случае можно ожидать три отдельных кристалла. Один из которых лишь с вычислительными ядрами, другой с графическим модулем, причем, возможно, даже на 192 исполнительных блока. И отдельная микросхема SOC LP. Грубо говоря, серверный мост со своими отдельными контроллерами. И да, в зависимости от сферы применения, номинальный TDP Meteor Lake составит от 5 до 125 Ватт. Все по примеру тех же Older Lake, начиная с вот этих маленьких M5 чипов и заканчивая топовыми настольными. Выйдут Meteor Lake 14-е поколение сразу после Raptor. И согласно всем имеющимся данным, пойдут они уже на новый сокет LGA 1800. А ждать все это можно в 2023 году. Как вы думаете, на этом все? На самом деле нет. Есть даже некоторые подробности уже 15-го поколения под названием Arrow Lake, которые будут также на техпроцессе Intel 4. И если верить неофициальным источником, то мобильные Arrow Lake P предложат 6 больших ядер LionCo и 8 малых SkyMond. Ну а самая главная фишка это графический модуль аж на 320 Execution Units, что будет на уровне вполне себе хорошей средней видеокарты. Пока сложно сказать от чего можно отталкиваться, но теоретически это что-то вроде интегрированный 1660. А самое интересное то, что по последней информации релиз таких чипов намечен на конец 2023 года. То есть за ближайшие пару лет Intel будут менять поколение за поколением. Как в общем-то сейчас очень быстро кометы сменились на рокеты, и вот рокеты уже меняются на олдеры. Вроде только вышло 10-е, а тут уже 12-е на носу. Ладно, хватит уже так далеко забегать, давайте лучше поговорим про недавнее судебное разбирательство Intel против патентного тролля VLSI Technology. Intel старались добиться отмены вердикта, недавно вынесенного присяжными, согласно которому синие должны были выплатить патентному троллю более 2 миллиардов долларов. Вердикт присяжных был вынесен еще 2 марта этого 2021 года. Дело все в том, что VLSI владеет двумя патентами, которые ранее принадлежали нидерландской компании NXP, Superconductors NV, которыми вроде как пользуется Intel, не выплачивая никаких отчислений. И вот VLSI через вот это вот недавнее судебное разбирательство добились выплаты в 1,5 миллиарда и 675 миллионов за нарушение прав интеллектуальной собственности, плюс в общей сложности они требуют 7 миллиардов и 100 миллионов в качестве компенсации за ущерб, плюс будущие рецензионные отчисления, гонорары адвокатов, издержки, проценты и прочее. В то время Intel и вовсе утверждает о том, что ее общие выплаты могут достигнуть аж 11 миллиардов долларов, если они проиграют судебные тяжбы во всех штатах. Тем не менее, представители синей компании уверены, что такой вердикт был вызван некорректным инструктажем присяжных, а также выводами суда на основании некорректной доказательной базы. Тем не менее, еще в апреле Intel удалось избежать штрафа аж в 3 миллиарда в другом патентном разбирательстве с той же VLSI. Но чтобы до конца понять, кто прав, кто виноват во всей этой ситуации, нужно очень долго разбираться. И если кратко, то одни эксперты уверены, что VLSI Technology это на самом деле патентный тролль, который просто трясет бабки и пудрит мозги суду и присяжным, а другие наоборот считают, что Intel действительно пользовались патентами, за которые нужно было платить, от чего они уходили. Если у вас есть какое-то свое мнение на этот счет, то обязательно поделитесь им в комментариях. А также, ребята, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте лайки, если вам понравился выпуск, и нажимайте на колокольчик, дабы узнавать обо всем интересном раньше остальных. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч!